Работает преобразователь. Напряжение на выходном конденсаторе 40 вольт. Лампа 12 вольт будет гореть. Теперь попробую запустить эту лампу. Тут есть встроенная 2 лампы, одна 60 вольт, другая 55 ватт. Попробую ее одной рукой. Снимаю одной рукой. Подцепил конец один на плюс, а другой будет минус. Это, по-моему, будет теперь 60 ватт гореть. И защитная лампа включается. То есть нужно выкрутить защитную лампу, либо помощнее вкрутить. Это 55 ватт горит. Он уже защитная лампа начинает гореть. Я теперь частоту увеличил еще в два раза. Впаял вместо 10 Ом 5 кОм. То есть вместо 10 кОм 5 кОм. Я ходил в малину вот какие штаны. Попробую теперь паузу нажать с исцелографом показать какие там исцелограммы. Вот один конец будет перед этими диодами. Тут F5404 по 3 амперы. А другой конец на минусе. Скоротнуло. Надеюсь, что защита есть, поэтому ничего не случилось. Вот работает все. Вот такие исцелограммы и без нагрузки. Вот этот узенький импульс, это как бы транзистор открывается, потом закрывается. Вот это идет обратная ДС. Вот тут пошире импульс, там затухание. Как видно, уже дальше частоту увеличивать уже не очень можно, потому что залезут на затухание. Но где-то вот до сюда еще можно увеличить частоту дальше. Но если потом длительность увеличится при нагрузке, то может... не знаю, но где-то до сюда, думаю, еще можно будет увеличить. То есть еще в два раза можно увеличить. Но при этом должна и мощность вырасти. Теперь частоту посмотрим. Частота около... Около 75 кГц. Очень большой взрыв происходит, когда предохранитель всувает, когда лампу убрал в начале, конечно, в свою грузетку. Поэтому нужно как-то эту проблему решить. Он вроде бы понял, что нужен какой-то терморезистор, который при пусковых, больших очень токах, но нагревается и ограничивает ток. И только при пусковом токе консенсатор очень сильного сопротивления. Он очень быстро нагревается. Поэтому лампа и вспыхивала у меня раньше. В начале. Ну, по идее... Вот могу показать должен. Ничего вроде бы не сгорает. Вот такой взрыв идет. Радиотку попоркить можно. Один включаю. Нет. Не буду включать. Нет, нет. Вот еще кое-что расскажу. Когда работает блок питания, этот генератор от 12 вольт, то есть от 18-15, тогда импульс и скважинность у него 98 процентов. Он питается тут, так у него скважинность где-то 3 процента. Когда холостом, худым и там стоит ограничить напряжение по самоцепиту, там вообще где-то 1 процент или меньше скважинность. А когда подключаю нагрузку, тогда скважинность становится где-то 30 процентов. Если, то есть не 30, а каких 10 процентов, а если убрать ограничительный резистор, чтобы как бы не было ограничения по самоцепиту, напряжение, тогда она поднимается напряжение, то есть тогда постоянно скважина где-то 10 процентов. Я не понимаю, почему не 98 процентов, так устраиваю. Поставил термистер и теперь покажу как горит. 55 ватт лампу или тут 60 ватт, 2 спиральверсия. В общем, горит где-то ненавесная колна, где-то 25 ватт есть. То есть получился преобразователь на 25 ватт. Паял вместе 5 килоом, 2 килоома, 2,2 килоома. Частота еще повысилась, ну и теперь же лампа горит около всего накала. То, что надо. Ночность увеличилась. Вот. Ну вот, когда 6 кило. 55 ватт уже вроде бы есть. Я стилограммку покажу, холостого хода, при нехолостом может транзистор сильно нагреваться, вот у него там малюсенький радиатор. Нужно увеличивать радиатор. Солнце селится, плохо видно. В общем, сначала посмотрю какая чистота. Частота где-то почти 200 кГц, 180 кГц или 160 кГц где-то. Ну, как видно, идет импульс потом. Еще этот не затухает, как раз и как раз и до конца.